Жертвами стрельбы на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе стали свыше 50 человек. В больнице доставили более 400 пострадавших. Открывший огонь мужчин застрелился в гостиницу, откуда вёлся огонь. Стрелок жил с 28 сентября. Об этом рассказал шериф Лас-Вегаса Джозеф Ломбарда. Мы считаем, что подозреваемый покончил с собой до нашего прибытия. Мы ещё уточняем информацию. Но на данный момент известно, что у него было 10 винтовок. Мы нашли предполагаемую сообщницу стрелявшего. Она не была с ним, когда он регистрировался в гостинице. Мы также узнали, что он использовал её документы. Мы поговорили с ней и полагаем на настоящий момент, что она не причастна к стрельбе. Но расследование ещё будет продолжаться. И как стало известно, к настоящему моменту, говоря о сообщнице, преступник полиции имел в виду его супруга. Она в настоящий момент находится за границей. Сам преступник до момента свершения массового убийства играл в азартные игры. В одном из казино и пользовался удостоверением личности своей супруги. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия. Экспертный совет высшей аттестационной комиссии поддержал заявление Диссернет о лишении главы Минкульта Владимира Мединского степени доктора исторических наук, сообщил участник сообщества Иван Бабицкий. И по некоторым данным решение было принято с формулировкой «ненаучный». За лишение Мединского степени проголосовали 17 членов Совета против трое, один воздержался. С 6 по 8 октября в Сочинском скайпарке пройдёт третий фестиваль бейсджампинга «Скайпарк Бейс Дэйс». Мероприятие пройдёт при поддержке Федерации парашютного и авиационных видов спорта Ростовской области. В Сочи соберутся более 70 российских и зарубежных спортсменов. Вход в парк будет осуществляться в обычном режиме, в том числе будут работать все аттракционы скайпарка. Футбольный клуб «Барселона» не будет работать завтра в знак солидарности со всеобщей забастовкой населения Каталонии, сообщает пресс-служба клуба. Ни одна профессиональная или молодежная команда «Барселоны» завтра не выйдет на тренировку. Напомню, что вчера в Каталонии прошёл референдум о независимости автономии от Испании. Возникли стихийные демонстрации. По данным правительства, автономии от рук полиции пострадали более 800 человек. Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Далее курс валют. Доллар завтра подешевеет. 57,81 рубля. Курс евро также снизится. 67,91 рубля, сообщает Центробанк. Пока у меня всё. Александр Лапшин. Всё, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о погоде в российской столице. Сейчас в городе плюс 4 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Синоптики обещают ближайшую ночью пасмурную погоду. Температура также плюс 3, плюс 4 градуса. Завтра днём ожидается переменная облачность. Хотя в основном будет пасмурная. И температура воздуха довольно низкая. Плюс 7 градусов. Незначительное потепление придёт европейскую часть России. К концу недели температура воздуха прогреется до плюс 13. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Рождённый, чтобы в каждом плюсе видеть жирный минус. Чтобы в победах чувствовать процента брака привкус. Смеялись все, когда только пришёл он. Пришёл, чтобы наконец сделать Спартак чемпионом. И пусть в атаке всё не так, пусть в обороне бедствия. Ему не сложно посчитать все технико-тактические действия. Только тренировки, старания, никакой мистики. По деревянным сучкам он пройдётся рубанком статистики. Всё равно нужно делать правильные выводы. Фанаты теперь рады победам любимого клуба. Теперь футбол-менеджер number one. Это Буба. Дядя Саша сейчас на иконах. На фресках всех. Ещё бы, ведь такого не было. Даже бы бескали. Эй, йоу, всё встало на свои места. Александр Бубнов везёт Спартак на педестал. Александр Бубнов начинает с чистого листа. И побеждает по системе осень-весна. Александр Викторович уже в студии. Сегодня понедельник. Значит, Александр Бубнов. Меня зовут Игорь Катманов. И так, Александр Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Обсуждаем мы матчи прошедшего тура. 12-го тура чемпионата России. Тем более, что результаты были очень интересные. Зенит потерял очки в Махачкале. С этого начнём, да? Результаты были интересны в том смысле, что команды из низов турнирной таблицы обрали очки. Кроме Динамо. Да. Отбирают очки у команд, которые находятся вверху турнирной таблицы. И в этом чемпионат этот уникален сейчас. И интересен. Большая плотность очень. И так давно Амкар на последнем месте. Четыре подряд игры сейчас выигрывает. Поднимается внизу таблицы. Вот. То же самое, несмотря на то, что Анжи берёт очки у Тосна, берёт у Спартака, берёт у Зенита. Ну, Анжи меня удивил, кстати. Внизу турнирная таблица находится. Вот, казалось бы, ну, со Спартаком, да, все говорили, ах, ох, ох, как сыграл Спартак, да? А здесь то же самое. То же самое. И Зенит, по большому счёту, мог проиграть. Ну, конечно, да. Проиграть, да. Не будь вот этот шальной рикошет, точно так, как они шальной гол пропустили со Спартаком уже в компенсионное время, то Зенит мог получить первое поражение. И тем удивительнее, да, что команда в таких матчах набирает очки и находится на последнем месте. Почему? Ну, здесь перестройка идёт в команде. Поменялся тренер. Вот, сейчас новые требования. Состав тоже поменялся. И ведь до этого были крупные поражения. Не так всё сразу. И 6-0, и 5-1 было. Ну, потихоньку. Потому что у Скрипченко, они, команды, они у него играют от обороны. И, в общем, достаточно такой вязкой игре. А Анжи в прошлом сезоне тоже показывал характер. И на выезде неплохо играл. Поэтому там все игроки на сегодняшний день опытные. Им нужно только время. И как раз вот этот перерыв, который уйдёт на команды сборной в чемпионате, он как раз поможет им для того, чтобы ещё лучшие кондиции набрать. Вы часто говорили про ВРБА. Вот, я так и не понял. Вот это... Это почему такую ошибку совершило руководство Анжи в своё время? Ну, оно не руководство, не ошибку совершило, Игорь. Там просто тяжёлое финансовое положение. Они... Ну, тренер... Новый курс выбрали. Но они не могли его... Не могли выполнять условия по контракту. Тренерскому именно контракту. Там не из-за того... Его убрали не из-за того, что там какие-то результаты... Нет, я думаю, может, что он какие-то условия стал, что у меня должны быть такие-то игроки определённые. Нет, они его сами известили, что они не могут и договорились выполнять условия по контракту. Плюс там с ним ушли и игроки. Хорошо, теперь к следующему матчу перейдём. Локомотив Москва, Динамо Москва. 3-0. Очень уверенно, убедительная победа Локомотива. Динамо не забивает, по-моему, какой уже? Шестой матч подряд, да? Да. Шестой матч подряд Динамо не забивает. Динамо опускается на предпоследнее место в турнирной таблице. Уже ходят разговоры... О смене тренера. О смене тренера. Ну, Динамо, видишь, что Динамо, помимо того, что проблемы есть в организации игры в атаке, но это связано с тем, что средняя линия не так креативно играет, как того хотелось бы. Вот, например, если сравнивать со средней линией Локомотива, то Локомотив там вообще имел... По всем статьям имел преимущество в середине поля. Плюс ко всему ещё СОУ потеряли. Да, Тарасов, кстати, сломал, и, между прочим, там фолл, по-моему, даже не был зафиксирован. Да, и такая травма вроде серьёзная. И поэтому без СОУ там у них надёжность средней линии чисто в оборонительном плане сразу падает. А я уже не говорю о созидании. Поэтому вот здесь есть в средней линии большие проблемы. Плюс не совсем надёжно в обороне играют. Ну и из-за этого проблемы в организации игры, из-за того, что средняя линия справляется полностью, особенно с атакующими своими... Шунин виноват в первом голе? Шунин в первом голе, но он... Он не поднял, он просто рухнул и... Он не успел встать. Не успел встать, да. Но там в большей степени Терехов виноват, потому что Шунин, в общем-то, правильно удар отвёл. Да, но почему он не поднялся-то быстро? Но он не успел просто. А Терехов в это время, чтобы подстраховать вратаря, всё-таки с угла бил Фернандеша, он не успел его перекрыть. Ну и что будет с Динамо? Вот вы говорите о проблемах в средней линии и так далее. А вот это тренерские проблемы или проблемы вообще комплектования команды? Конечно, это проблемы комплектования команды. Динамо не смогло укрепиться в той степени, в которой необходимо было для... То есть коллективенцев должен работать дальше? Ну, во всяком случае, таких серьёзных претензий к тренеру, естественно, когда команда проигрывает, всегда можно найти повод для того, чтобы тренера критиковать. Но если взять вот игры, да, то с тем же Спартаковым, с тем же «Зенитом», да, с тем же «ЦСК», да, Динамо, в общем-то, показывало неплохой уровень игры. Так никак у фаворитов очки брали, да. Динамо в основном, видишь, теряет очки в играх с командами, которые находятся... Но здесь-то они вообще беспомощно выглядели? Здесь беспомощно, да. Здесь беспомощно. Но сейчас «Зенит», во-первых, один из лидеров, во-вторых, на мой взгляд, у них... Локомотив. Фу, да. Локомотив один из лидеров, и у них одна из самых сильных средних линий. И стабильных, кстати, у «Локомотива». Причем это вот показатель того, как должны именно средние линии играть. У них были проблемы тоже с нападающими, но сейчас Эдер появился, который стал забивать. И плюс образовался треугольник, вот это очень сильный, Фернандеш, Миранчук, Алексей и Эдер. Вот. И тот и другой. Фернандеш все время забивает, Миранчук забивает, голевые передачи отдают. Вот так вот должна средняя линия играть. Плюс под ними два очень сильных опорных полузащитников по своему уровню игры. Это игроки сборной. Тарасов является, Денисовы не берут в сборную, мы знаем по каким причинам. А Тарасов, прям вот вы считаете, что это игрок высокого уровня или... Ну, во всяком случае, сейчас вот в паре с Денисовым, да, они хорошо выглядят, дополняют друг друга. И сейчас уже даже стали взаимозаменяться Тарасов входит вперед, он же может и забивать вверху головой неплохо играет. И Денисов стал более активно тоже играть в атаку. Поэтому у них средняя линия, которую поддерживает еще и Игнатьев, очень хорошо с фланга. С другого фланга сейчас вот Лысов появился, и Денисов, и Виталий. Поэтому два центральных защитника, очень стабильная игра. Кверквелия и Печинович. Хороший вратарь. Поэтому практически на всех позициях есть игроки хорошего уровня, и есть конкуренция. Хорошо. Локомотив – это самый серьезный соперник «Зенита», и будет ли он таковым до конца сезона, как вы думаете? Вот предположение. Ну, я думаю, вот та позиция, которая сейчас у Локомотива, и та фора, которая есть, которую они получили, да, плюс у них еще будет точная встреча с «Зенитом». Вот. Если Локомотив сумеет еще очки взять и играть с «Зенитом», там, предположим, к минимуму не проиграть, да, то я думаю, Локомотив сейчас надолго обоснуется. Вверху турнирной таблицы. На мой взгляд, вот потому как развиваются события, я думаю, до зимней паузы Локомотив будет конкурировать с «Зенитом». Вот тут 925, напомню, 4-2, 93-2. Это вайбер и ватсап. Тут уже приходят сообщения, как раз на наши мессенджеры. Андрей пишет, здравствуйте. С выздоровлением, Ари. Как думаете, кто будет основным нападающим? И сможет ли кто бороться с нами за чемпионство, кроме «Зенита»? Юрий Павлович... Ну, я так понял, что... С выздоровлением, Ари, я думаю, у Сюмина будет несколько вариантов. И один из вариантов – это спаренная игра Эдера и Ари. В два форварда? Да, в два форварда. Это один из вариантов будет. Наверняка Сюмин попробует его. А так, они будут друг друга подменять. И это как раз вариант усиления игры. Там один играет какое-то количество времени, второй выходит и еще более усиливает. Или наоборот. Но конкуренция и ротация будет. Ну, как вам Эдер? Сильный форвард? То вот он разобрался вчера нормально, да? Да, он самое главное забивной. Он видно, что человек штрафной площадки себя очень уверенно чувствует и разбирается, и, что называется, как рыба в воде. То есть ориентируется хорошо. Это очень важно для форварда. Просто очень много пессимистов было по поводу приезда Эдера. И он может и вверху сыграть, и головой забить, и ногами. А то, что вот он сейчас сотворил, как он разобрался и выцарапал, такого у нас еще не было. Это заслуга Эдера или это нерасторопность обороны Динамо в первую очередь? Ну, это заслуга в первую очередь Миранчука, который пошел на обводку в штрафную площадку очень смело. А дальше? Смело. А потом уже Эдер включился, но там защитники боялись нарушить правила. Вот поэтому, поэтому я всегда говорю, нужно быстрее мяч в штрафную площадку доставлять и туда врываться. Потому что, когда ты врываешься в штрафную площадку, там уже не такая плотная и жесткая игра идет со стороны защитников. А если идет, они там могут ошибиться, и тогда пенальти. А вы не ответили на вопрос, чья заслуга больше все-таки, Эдера или защита Динамо? Ну, я думаю, все-таки больше Эдера. Больше Эдера, но с учетом того, в том положении, в котором он находился, он же сначала спиной к воротам, и выцарапывал у них мяч, то здесь тоже большие претензии к защитникам. Но если бы у Миранчука там был вариант, кстати, простой вариант, там брат подключался на фланге, неплохо врывался в штрафную, он мог ему отдать, но он выбрал такой неожиданный, нестандартный ход и острый очень. Сам полез в штрафную площадку и благодаря этому потом Эдер подключился и получился такой. Говорим мы с Александром Викторовичем Бубновым о матчах 12-го тура чемпионата России по футболу. Ну, а в студии появилась уже Анна Чернавкина. Это значит новости спорта. Ань, привет. Спасибо, Игорь. Всем здравствуйте. Итак, болельщики ЦСКА определили вратаря Игоря Кенфеева лучшим игроком клуба по итогам сентября. Голкипер набрал 43% голосов. Вторым в опросе был полузащитник Александр Головин, у которого 21%. И третье место занял нападающий Тимур Жамаледдинов, у него 11%. А Кенфеев в сентябре принял участие в пяти поединках, дважды признавался игроком матча, это с Динамо в РФПЛ, и с английским Манчестер Юнайтед в Лиге Чемпионов. А возвращаясь к Александру Головину, то, как заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ему Головину для восстановления потребуется 4-5 дней, и поэтому он останется в расположении сборной России. Напомним, Головин получил повреждение в воскресенье в матче с Уфой, врачи диагностировали у него частичное повреждение связок голеностопа, и на восстановление потребуется ориентировочно 2 недели. При этом Головин в понедельник вышел на поле во время тренировки сборной, но в самом занятии участие не принял. Прервем тебя на секунду, Ань. Александр Викторович, вопрос, насколько это серьезная вообще потеря? Для ЦСКА? Для ЦСКА очень серьезная потеря. Больше того, они потеряли Венблума. У Венблума рваное рассечение, рана и очень такая глубокая. И сейчас вот я слышал, что сказали, через 10 дней он сможет приступить. У меня такая была рваная глубокая рана, но я не знаю, может быть, сейчас медицина ушла далеко вперед, да? Но мне понадобился месяц. А что будет с ЦСКА-то вообще тогда? Ну, с ЦСКА, да. Нет Головина, нет Венблума. Нет у Березуцкого проблемы мышечные. Это очень большие потери. Нет Загоева. Загоев вообще у него... Все средние линии нет. Ахилловая проблема с ахилловым сухожилием. Да, сейчас для ЦСКА наступают тяжелые времена. Хотя, с другой стороны, сейчас пауза будет. Да, но Загоев надолго выбыл из строя. А если брать вот Головина и Венблума, то даже вот на те сроки, на которые они выбывают, да, они же тренироваться не будут. Значит, потом, когда вернутся, они не в оптимальном состоянии будут. Ну, а россиянка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на престижном теннисном турнире в Пекине. Во втором круге она потерпела поражение от датчанки Каролин Возняцкий 2-6-2-6. Российская прыгунья в высоту Марии Лосицкены включена в число претендентов на звание «Лучшие легкоатлетки мира» по итогам года. Сообщила об этом пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Напомню, Лосицкена выиграла золото на мировом первенстве в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. И ранее она также была номинирована на звание «Лучшие легкоатлетки года в Европе». Ну и о хоккее. Сегодня очередные матчи регулярного чемпионата. Один матч уже завершился. Адмирал из Владивостока на своей площадке уступил екатеринбуржскому автомобилисту 2-4. В эти минуты же встречаются уфимский Салават Юлаев и Юграйц Хантамансийска. И там сейчас счет 1-0. Спасибо большое. Это были новости спорта от Анны Чернавкиной. Александр Бумнов, Игорь Катманов. Программа «100% футбола». Продолжаем разбирать матчи 12-го тура чемпионата России. Тут как раз вопрос от Сергея из Екатеринбурга. Переводит нас к следующему матчу. Александр Викторович, Игорь, добрый вечер. Как можно объяснить такую невнятную игру «Урала» со «Спартаком»? Ничего сверхъестественного «Спартак» не предлагал. Что с «Зенитом», что с «ЦСКА» «Урал» был гораздо лучше. Не нахожу никакого логичного объяснения. «Урал» на ходу. Вроде бы «Спартак» физически как минимум не должен был переигрывать. Но переиграл во всем. А точнее сам «Урал» все отдал. Что скажете по этому матчу? Вот как раз тот прессинг, который «Спартак» применил. И два гола были забиты как раз после отбора мяча. После вот такого применения прессинга. Один был применен на половине поля соперника. На половине поля «Урала». А второй был в середине поля, когда пошла быстрая атака. И вот здесь как раз к этому, судя по всему, «Урал» оказался не готов. И потом «Спартак» в высоком темпе от начала до конца провел игру. И это тоже повлияло на результат. Тут как раз Дмитрий спрашивает, а на сколько хватит «Спартака» с такой игрой? Как долго он будет? Энергозатратная игра с прессингом на чужой половине. «Спартак» в игре с «Ливерпулем» увидел, в каком темпе, на каких скоростях надо играть. И здесь «Спартак» же тоже перестроился. Вот в этом поединке он, я скажу так, играл по системе 4-1-4-1. То есть это, по большому счету, это самая сбалансированная система. Потому что она получается где-то 5 на 5. А в данном случае, вот как «Спартак» играл, это было там 4 на 6. То есть там у «Спартака», несмотря на потери... То есть это ваша любимая схема? А? 4-1-4-1, это ваша любимая схема? Ну да, вот в свое время... 4-1 опорник, два выше, два на флангах. Но в свое время «Спартак» играл 4-1, 3-2. Потому что «Спартак» всегда с двумя форвардами играл. Сейчас, сейчас... Но если «Рошу» взять, «Роша» такой, атакующий «Ховбек», он как нападающий. Тоже примерно где-то атакающий. Но самое главное, что вот эта группа атаки, 5 человек, да? Они все креативные, все в хорошем темпе играли. И Мельгареха там еще был. И вот как раз они применили прессинг на половине поля и прессинговали от начала до конца. И вот к этому «Урал» оказался не готов. А что касается, насколько выдержит «Спартак», в прошлом году «Спартак» так играл практически весь чемпионат. И его хватило. А сейчас глубина скамейки позволяет и ротировать состав. Поэтому «Спартаку», чтобы исправить положение и ситуацию, нужно играть вот в такой футбол, который они продемонстрировали. Хороший-хороший? А? Хороший-хороший? Хороший, да. Хороший. Но здесь себя здорово еще... Адриана, кстати, вот в трудной для момента команду, он себя проявляет с хорошей стороны. И Адриана практически поучаствовал во всех трех голах, хотя и не забил. Ну, честно говоря, по мне, Луис Адриана, не знаю, согласитесь, Роша, да, и, ну, в общем, это такие приобретения. Многие говорили, что Луис Адриана – это там, дескать, не то ли. Ну, он, это игрок очень высокого уровня, на самом деле. Игорь, да, Игорь, сейчас еще у него адаптация... Он и Промес, вот, наверное, два. Да. Адаптация еще, почему у него будет проходить хорошо и так быстро, потому что три бразильца есть. Три бразильца, и вот эта ось была сейчас вот Фернандо, Роша и Адриана. Вот, она четко просматривалась. Они между собой очень хорошо взаимодействуют. Вот, им помогали, им помогали и Мельгареха с Поповым и с Амедов. То есть Спартак... Плюс по флангам, по флангам, по флангам хорошо отработали и Ещенко, и Камбаров. И в центре достаточно надежно Кутепов сыграл с Джикией. То есть Спартак в этой игре не допускал грубых ошибок, и поэтому практически у Урала и моментов-то для взятия ворот не было. Голевых таких явных. 925-4-2-93-2. Для ваших вопросов спрашивают Александр Викторович. Как вы считаете, Спартак сможет навязать борьбу за медали другим конкурентам? Не упущен ли момент? Прошла три чемпионата. Спартак далеко отстал от локомотива с «Зенитом». И поэтому за чемпионство с такой форой тяжело будет бороться. А там, по-моему, четыре очка всего, да, от красота? А четыре очка от Лиги чемпионов, от третьего места. Поэтому Спартак вот после этой победы, если он будет продолжать в том же духе, а у него одна из сильнейших групп атаки в российской премьер-лиге, я в целом беру. У них вообще один из сильнейших состав, если уж по чесноку. Но по чесноку не сильнейший, потому что оборона не сильнейшая. И у локомотива оборона сильнее. В тройку входит? В тройку по составу? В тройку, да. В тройку входит. И Спартак сейчас реально, Спартаку бороться за третье место за Лигой. Но это третье место дает право играть в Лиге чемпионов. Вопрос, который, может быть, нас немножко возвращает к матчу с участием локомотива, спрашивает Александра Бубнова, как вы считаете, когда нужно уезжать из России братьям-миранчукам, чтобы их развитие и прогресс был? Братьям-миранчукам нужно как минимум пройти через чемпионат мира. Поэтому Семин об этом и говорил. И они правильно сделали, что сейчас переподписали контракт, остались в локомотиве, в привычной для них среде, где они хорошо адаптированы, свои воспитанники. Через них сейчас и игру Семин строит. Окружение очень хорошее, опытное. Фернандеш, Ари, Ручас Эдер, Тарасов, Денисов. И поэтому им нужно обязательно хорошо подготовиться к чемпионату мира, сыграть на нем, а потом уже смотреть. Василий, прокомментируй. По траектории полета ясно. Билл Дзюба. Займательная физика на Спорт.ФМ. Реклама Есть вещи, о которых знают все. Что дитям мороженое, бабе цветы и что Петрович жжет. Со 2 октября по 3 декабря радиатор масляный всего за 1490 рублей. Строительный торговый дом Петрович снова жжет. Всем привет! Я Георгий Черданцев из города на реке Тушино-2018. Здесь только что стартовали продажи в домах второй очереди. Видовые квартиры на центральной линии от 140 за метр. Река, парк, инфраструктура, метро и даже стадион. Это гол, мои дорогие! Тушино-2018. Твой город, твоя команда. Звоните 123-2018. Код города 495. Застройщик ООО «Стадион Спартак». Проектная декларация на сайте Тушино-2018.ру. Студия Александр Лапшин. Здравствуйте. Главные темы к этому моменту. Стало известно о претендентах на покупку ВИМ-Авиа. Собянин второй раз за год повысил предельный возраст для чиновников. Барселона примет участие в забастовке в Каталонии. Бывший управляющий директор инвестфонда TPG Аврора Борис Карлов. Один из претендентов на покупку ВИМ-Авиа. Об этом говорят источники РБК. Ранее Карлов пытался перезапустить Трансайра вместе с новым главой ВИМ-Авиа Александром Бурдиным. Сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что появились претенденты на покупку ВИМ-Авиа вместе с долгами. При этом российские авиакомпании не проявили заинтересованность к покупке ВИМ-Авиа. «Азуэр» и «Уральские авиалинии» не рассматривают вопрос о приобретении ВИМ-Авиа. В аэрофлоте подчеркнули, что компании не интересны ни самолеты, ни маршрутная сеть, ни другие активы этой авиакомпании. С подобным заявлением выступили и в «Ред Уинкс». Все пассажиры чартеров ВИМ-Авиа вернутся в Россию до 7 октября. Об этом также заявил вице-премьер Дворкович. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому предельный возраст для госслужащих повышается до 70 лет. Закон вступает в силу с 1 января. При этом в текущем году Собянин уже повышал предельный возраст для госслужащих. В марте этого года он был повышен до 65 лет. В Стокгольме сегодня стартовала Нобелевская неделя. Премия по физиологии и медицине в этом году присудили за биологические часы. Награду получили ученые США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы. Лауреаты Нобелевки приблизили человечество к пониманию механизмов старения. Завтра станут известны имена лауреатов премии по физике. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал власти Испании начать переговоры. Он отметил, что не ждет автоматического признания независимости региона, но готов к обсуждению вопроса с Испанией и Европейским Союзом. Пучдемон, однако, назвал недопустимо жесткими действия полиции в отношении каталонцев, которые хотели принять участие в референдуме. Еврокомиссия также признала референдум о независимости в Каталонии незаконным. Требисцит не соответствовал испанской конституции. Вместе с тем, там отметили, что испанские власти должны наладить диалог со сторонниками независимости. Тем временем футбольный клуб Барселона не будет работать завтра в знак солидарности со всеобщей забастовкой населения Каталонии. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ни одна профессиональная или молодежная команда Барселоны не выйдет во вторник на тренировку. Напомню, что референдум о независимости автономии от Испании прошел вчера. Возникли стихийные демонстрации, в которых, по данным правительства Каталонии, от рук полиции пострадали более 800 человек. Конституционный суд Испании объявил референдум незаконным. Далее курсы валют. По данным Центробанка, официальные курсы американского доллара на завтра снижены 57,81 рубля. Евро также дешевеет 67,91 рубля. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно каждые полчаса, спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее трафики в Москве. 6 баллов движение затруднено. В минувший час загроженность дорог увеличилась более чем на треть. Ситуация на Кольцах МКАД. Внутренняя сторона 6 баллов. Внешняя 7. Трешка в обе 8. Садовая внутренняя 7. Внешняя 8. Бульварная внутренняя 5. Внешняя 8. Сообщает Яндекс.Пробки. Кроме того, 8-бальные пробки из центра наблюдаются на Щелчке, проспекте Мира, проспекте Андропова и Рязанском. В проспекте на Каширском шоссе сейчас 7 баллов в том же направлении. Главные герои мира единоборств расскажут все от апперкота до Ямадзуки. Это «Двойной удар». Слушай сегодня в 22 часа только на «Спорт.ФМ». «Двойной удар» с Романом Мазуровым и Игорем Рязанцевым. «Спорт.ФМ». 100% футбола. Продолжается программа «100% футбол». Александр Бубнов, Игорь Катманов. Говорим мы о матчах 12-го тура чемпионата России. Остались у нас матчи Рубин Амкар, Тос на Ахмат, Сках Абара, Скоростов, Арсенал Краснодар. Рубин Амкар. 0-1. Поражение Рубина. Очередное. Про Бердыева, конечно, не говорят, как про Кареру. Никто не предлагает его убирать и так далее. Почему, можешь сказать, Игорь, почему у Рубина не получается сейчас? Не могу. Вот у меня нет объяснений. Потому что Бердыев строит команду, потому что там много новых... Почему в Ростове одна игра была, а сейчас в Рубине такой игры нет? Объясните. Потому что весь мозговой центр где остался? Ну, подождите. Но нет, подождите. Там же есть Мвела. Мвела. Вот, но... Аздоев, да? Это недостаточно, если взять вот тот фурор, который они производили с Ростовом. А кого не хватает тогда? А кого не хватает? Во-первых, в опорной зоне нет игрока такого, как Гацкан у Ростова. Да, и капитан команды, и потом он и дух команды, и команду настраивался, и сам боец, да? Вот, и забить мог, и отдать мог, причем забить и головой, и ногами. Вот, все мог, да? Такого игрока сейчас в Рубине нет, да? Потом нету такого диспетчера, как был в Ростове Нобова. Тоже нет. Нет такого игрока, как Ерохин, который тоже и головой здорово играл, и конструировал игру. Вот этого треугольника, Ерохин, Нобова, Гацкан, который был, его и нету. Ну, двое, да, еще, еще и еще Калачев плюс ко всему. Вот, три игрока. Не, подождите, а состав давайте возьмем. Там есть, ну, про Мавила я уже сказал, про Аздуева. Ну, сейчас... Там есть Караденис, там есть тот же Кануник Азмун играет, да? Да, Азмун, Азмун не игрок стартового состава, он не попадал в стартовый состав, то есть не в оптимальной, не в лучшей своей форме был. Кануников был травмирован, да? Караденис уже в возрасте, вот, ему тяжело от начала до конца, все 90 минут. Ну, это понятно, да. Жонатаса пришлось продать. Лучшего, да. Который забивал и за счет которого, в общем, острота была впереди и через кого играли, да? Вот. Потом, то, что они вот четыре игры проигрывают и с одинаковым счетом 1-0, да? Это как раз говорит о чем? О том, что у них, помимо всего прочего, что там нападающие не в оптимальной форме, еще не очень хорошо сыграны, да? Проблемы средней линии. Потому что организует игру команды, это средняя линия в первую очередь. И вот здесь как раз не все в порядке. Они должны и игру организовать, они должны и голевые моменты создавать, вот то, что мы видим у Локомотива. Они должны и забивать тоже обязательно. Вот. То, что сейчас делают полузащитники в Локомотиве. В Локомотиве, в общем-то, вся группа атаки сейчас забивает. Вот. А в Рубине такого нет. Да, и не случайно. И там и в обороне тоже проблемы существуют. Иначе бы Бердеев Наваса не возвращал назад. Но он же играет. Он сейчас играет, но он тоже не в оптимальной форме. И Навас играет. И из-под него, да, из-под него забивают, да. На минутку мы прервемся, Александр Викторович, к другой теме перейдем. Потому что у нас на прямой связи Алексей Милешин. Сборная команда России готовится к контрольным матчам в Новогорске. Леш, привет. Да, привет коллеги, привет всем радиослушателям. С радиослушателям действительно сегодня первый день, когда начались именно тренировки сборной России в Новогорске. Готовимся мы к матчам с Южной Кореей и с Ираном. Но сегодня такой ознакомительный, наверное, больше день был. Станислав Соломович понимает о том, что многие игроки играли за свои клубы в минувшие выходные. И, естественно, не в самом лучшем, наверное, сейчас физическом состоянии. Нужно немножко отдохнуть. Поэтому тренировка такая была действительно разминочная. Меньше часа она продолжалась. И в основном такие легкие занятия были. Никаких, естественно, тактических действий сегодня не рассматривалось. Что касается именно травмированных. Как мы знаем, что Александр Головин и Алан Заглоев не смогут в сборной поучаствовать. Но, опять же, по Головину еще это вопрос. Потому что Станислав Соломович нам озвучил на пресс-конференции, что врачи армейской команды слишком погорячили, сказав, что около двух недель потребуется Александр. Да нет, ну и, наверное, никаких вопросов нет. Я думаю, что Головин не будет в сборной. Ну, Станислав Соломович на него рассчитывает. И сказал, что, возможно, Александр вернется через 4-5 дней и сможет все-таки за сборку сыграть. Причем именно у Станислава Соломовича расчет на то, что с Кореей должен сыграть Головин. В том плане, что корейцы сами по себе такая команда вязкой и юркой. И именно сборной России нужны же такие же футболисты в противостоянии с этой сборной. Ну, а по Алану Заглоеву, опять же, Черчестов озвучил, что такой довольно-таки плотный разговор получился. Все-таки считывает на него главный тренер именно на чемпионате мира. И чтобы это получилось, Алану надо сейчас тщательно следить за своим здоровьем. И, как, опять же, врач армейской команды озвучил срок, что 4 недели понадобится, Черчестов считает, что минимум 6-8 недель на это нужно, потому что Ахилла – это серьезная травма. И Алану, еще раз повторюсь, нужно следить за своим здоровьем, чтобы в будущем уже он смог и за сборную сыграть, и в том же чемпионате мира принять участие. Потому что, опять же, может наставочки игры Черчестов привлечь Алану, потому что всегда травмы какие-то преследуют. Спасибо большое, Алексей. Это был Алексей Милешин, наш корреспондент. Сборная команды России готовится к контрольным матчам в Новогорске. Первая игра 7 октября против команды Кореи. По Алану Загоеву, ну, на моей памяти, по-моему, все время это преследует проблема, да? Травмы. Он подвержен тогда, да. Что касается сборной, вот если взять список, ну, давайте-ка вам зачитаю тогда. Акинфеев, Габулов, Лунев, Васин, Граната, Кудряшов, Джикия, Кутепов, Нойштеттер, ну, Головин, Загоев, травмированный, Фернандес, Ерохин, Жирков, Кузяев, Смольников, Миранчуки, братья, Тарасов, Аздоев, Рауш, Самедов, Чернов, Кокорин, Заболотный, Полос, Смолов. Оптимальный состав? Кому? Ну, народу достаток. Помимо Денисова, про которого мы говорим постоянно, кого бы еще можно добавить? Ну, в целом... Щенникова, наверное, да? Да, Щенникова, но по Щенникову мы говорили, сейчас Беляев неплохо выглядит, его тоже можно иметь в виду, да, и Стулы. Вот, его тоже можно за метку брать. А почему Габулову вызывают? Ну, по Габулову уже Черчесов ответил. Во-первых, он его хорошо знает, и он требования, требования хорошо сборной знает. Ну, и по большому счету, нужно сказать, что Габулов опытный вратарь, и стоит он сейчас очень хорошо. Ну, три, хорошо, это третий голкипер. Ну, почему нельзя кого-нибудь молодого вызвать, я не знаю. Ну, здесь уже, знаешь как, здесь Черчесов решает, это прерогатива тренера. А Лунев в перспективе может вытеснить Акинфеева? Хотя понятно, что Черчесов говорит, что Акинфеев это номер один безоговорочно, но в перспективе. Скажем, скажем так, этот вратарь, который, что значительно важнее, который в любую минуту, в любую минуту может заменить Акинфеева. Это для сборной, да и для любой команды очень важно. То есть здесь вопрос времени не стоит. То, что он моложе Акинфеева, и у него больше времени в перспективе, это само собой разумеющееся. Но очень важно, что он в любой момент уже настолько сейчас готов и уверенно выглядит, что он в любой момент может Акинфеева заменить. Больше того, играя сейчас в «Зените» и участвуя в европейских кубках, он набирается как раз того опыта, который необходим для игры в сборной. Ну, нам тут предлагают Митрюшкина. Вы не забывайте, друзья, что Митрюшкина вообще-то молодежка вызывается. У нее свои задачи, да, и своя турнирная борьба. Но как игрок молодежной сборной, он, конечно, в отличие от своих свестников, он получает неоценимый опыт в достаточно сильном чемпионате Швейцарии. В качестве первого номера. Да. Ну, мы ненадолго прервемся, а потом с Александром Викторовичем продолжим говорить о футболе. Реклама Представляем рейндж-ровер «Вилар». Одного взгляда на новый рейндж-ровер «Вилар» достаточно, чтобы замерить в восхищении. Он превосходен в своей элегантной простоте. Рядом с этим автомобилем суета неуместна, и шум повседневности отступает. А познакомившись с ним поближе, вы обнаружите техническое совершенство. Мультимедиа-систему «Тач-Про-Дуа», светодиодные фары и многое другое. Новый рейндж-ровер «Вилар». Испытайте его на тест-здраве. Подробности на ландровер.ру Что будете заказывать? Большой латте, пожалуйста. Прикладывайте карточку. С каждой покупкой Чемпионат мира по футболу FIFA становится ближе. Открой карту виза Чемпионата мира FIFA в Альфа-Банке и получи обратно до 5% за все покупки, 10% годовых на остаток и билеты на матчи. Альфа-Банк – официальный европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018. Виза – всемирный партнер FIFA. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». Прямо к цели. Комфортное путешествие по сенсационной цене. С настоящим равным внедорожником «Митсубиши Паджеро Спорт». Вам по пути по любой дороге. Теперь новые привлекательные цены. Стартовое предложение всего от 1 миллиона 899 тысяч рублей. «Митсубиши». Надежно. Реклама. ОММС. Предложение ограничено. Стартовое предложение с учетом выгоды 300 тысяч рублей. Выгода распространяется при сдаче в трейден автомобилей любого бренда за исключением отечественного производства, достигших возраста 10 лет. Василий, прокомментируй. По траектории полета ясно. Билл Дзюба. Займательная физика на «Спорт.ФМ». Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Александр Бумнов, Игорь Катманов. Программа «Сто процентов футбол». Ну а пока поприветствуем в студии Анну Чернавкину. Ань, привет. Добрый вечер. Спасибо, Игорь, большое. Итак, поединок регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги между китайским клубом «Кунь Луинь Ред Стар» и «Трактором» состоится 18 октября в Челябинске. Матч должен был пройти в понедельник в Шанхае, но причиной переноса игры стало проведение в Китае съезда коммунистической партии страны. Ну это вообще цирк, честно говоря, какой-то, потому что они сначала вроде перенесли в Челябинск, потом сказали, что Компартия разрешает, потом опять решили играть в Челябинске. Ну, очень странно. Но в итоге вот играть будут 18-го числа. Хотя спот вне политики, да? Да, да, да. Только кукуруза за российские деньги в континентальной хоккейной лиге существует. Ну а в регулярном чемпионате КХЛ проходят очередные матчи. Напомню, «Адмирал» на своей площадке уступил автомобилисту 2-4. Сейчас встречаются Салават Юлаев и Югра. 1-1. Напряженная здесь борьба. Правило, по которому тренеры сборных по хоккею во время Олимпийского турнира в Пхенчхане смогут делать запрос на видеопросмотр спорного эпизода, связанного с взятием ворот, будет опробовано уже на ближайших этапах Евро-тура. Напомню, что по итогам полгодового конгресса Международной Федерации Хоккея в скором времени будет объявлено о введении такого правила. Напомню, ближайшие этапы Евро-тура пройдут в Хельсинки и в Москве в ноябре и декабре соответственно. А теперь о футболе. Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандош признан MVP 12-го тура Премьер-лиги. Второе место занял воротари Фы Александр Белинов, третий полузащитник «Спартака» Александр Самедов. И по итогам постоянного опроса жюри из экспертов-журналистов Фернандош набрал 12 баллов, Белинов, прошу прощения, Фернандош 16 баллов, Белинов 12 и Самедов всего 5 баллов. Согласны по Фернандошу? Вот если прям вот на сегодняшний день брать, да, это вообще лучший игрок чемпионата. А Сморозка его отправляла, по-моему, в дубль. Он сдал, он в состав не попадал. Ну да. Вот, и сейчас он вместе с Кокориным, или это, что называется, Лавры, да, но Кокорин нападающий, это его обязанность забивать, а он забивает так же часто, и самое главное, если считать еще голевые передачи, вот, то играет очень результативно, полезно и очень сильный игрок. Все именно удивляются, как его в сборную Португалии не вызовут. Может, скоро вызовут, кстати. Посмотрим. Кубок чемпионата мира по футболу по прибытию в Ярославль будет выставлен в крупном торговом центре города. В течение двух дней трофей будет доступен в порядке общей очереди или по специальным бесплатным приглашениям, которые можно получить в определенных точках города и зарегистрировать на сайте проекта. Полузащитник Баварии Франк Рибери выбыл на несколько недель из-за травмы колена, об этом сообщается на сайте мюнхенской команды. Рибери получил травму в матче чемпионата Германии против Герты. В понедельник он прошел обследование, которое показало, что у футболиста повреждение связки левого колена. Правда, операции Рибери не потребуется. Извини, мы здесь по поводу «Спартака» возмущались, что они 2-0 ведут и не могут удержать победный счет. Бавария уже вторую игру подряд. По «Анчелоте» мы с вами, кстати, не общались, Александр Викторович. Ваше отношение к отставке «Анчелоте»? Ну, я тебе могу сказать, там, видишь, у него проблемы. Здесь результаты, конечно, тоже, но у него проблемы с пятью игроками основного состава. Об этом и сказал Хьюнес. И практически получается, что для руководства Баварии важнее оказались пять этих человек. Это правильно? Это все игроки. Это правильно? Ну, это вообще неправильно. В вашей практике игродской было такое? В моей игродской практике было, да. Когда Бешков его снимали? Не я снимал. Ну, не вы, да. Константин Иванович, когда хотел большое количество игроков отчислить, ну, вот, в этом списке и я, кстати, тоже был. Да, ладно, что-то я не говорил. Да, да, но там конфликтная ситуация была. Если ты знаешь, я это все в книге описал. Ну, в итоге, я, кстати, по окончании сезона, мы с ним разговоры, когда претензии уже были, вот, я сказал, что я до конца сезона доиграю и напишу заявление. Я так и сделал. Вот, поэтому я никакого отношения к отчислению Бескова не имею. Вот, его, что значит, послало в отставку руководство команды вместе с Николаем Петровичем Старостин. Руководство высшее, высшее руководство команды, профсоюзное. Хорошо. Некрасиво поступили? Вот сейчас, скажите, некрасиво? По поводу... С Бесковым? С Бесковым. Но здесь, знаешь как, не то, что некрасиво. Здесь уже Старостин, что называется, решал. Здесь игроки не решали. Вот, другое дело, другое дело, что на собрании команды, на собрании команды, когда встал вопрос по Константину Ивановичу, то большинство высказалось за снятие тренера. Это факт. Ну и, опять же, касаясь спорта вне политики, футбольный клуб «Барселона» не будет работать во вторник в знак солидарности с всеобщей забастовкой населения Каталонии. Как говорится в официальном сообщении, ни одна профессиональная или молодежная команда клуба во вторник не выйдет на тренировку. Спасибо большое. Это были новости спорта от Анны Чернавкиной. По «Барселоне», кстати, мы целый день уже об этом говорим. Где она будет играть? По «Барселоне» кошмар. Вот что значит политика. Представляешь, сейчас политика может вмешаться в то, что такой великий клуб, на великий клуб, может, ну, знаешь как, здесь уже есть предположения такие, что они чуть ли там, «Барселона» будет играть чуть ли не в английской лиге, там и другие лиги называются, да, но это уже не то, немножко будет, согласен ты с этим? Ну, я согласен, с другой стороны, я помню, ну... Ты представляешь, если «Барселона», там, как говорят, в английской лиге будет играть, что они на каждую игру будут летать в Англию? Да не будут они играть, наверное, в английской лиге, может они... А если они в испанской лиге сейчас вот из-за политики, и они уйдут, да, и где они будут играть? Александр Викторович, смотри, «Киевская Динамо», да, казалось бы, тоже такой чемпионат, говорили, а где будет играть Киев? Играешь же, да, и команда появились, соперники, и «Шахтер» тот же, который, ну, в чемпионате Советского Союза, он был где-то там в середине. Ты хочешь сказать, что они будут в чемпионате Каталонии играть? Может быть, я не исключаю такого варианта. Да, но уровень чемпионата Каталонии, это же не уровень... Хорошо, а чемпионат Украины уровень? Ну, здесь я с тобой согласен, но с учетом... Не умер же Киев, да, остался? Подожди, Киев знаешь, почему не умер? Почему? Сколько команд украинских играло в Советском Союзе? Черноморец, «Шахтер», «Металист», «Динамо Киев». Ну, четыре, да, кого зовут? Арпат и Львов. Днепр, Петербург. Днепр, Днепр, да, пять. Шесть, 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 семь команд, в зависимости от разных времен, да. Практически почти половина чемпионата Советского Союза. Вот, и там в других лигах, в первых лигах играли. Только Барса испанил, да, все. Основу, да, основу, кто сборной составлял, особенно в 80-е годы. Ну, это 80-е, да. Ну, вот, поэтому вот за счет этого, за счет этого Киевская «Динамо» удержалась на плаву только за счет того, что в Республике был очень сильно развит футбол. Он лучше всех был развит на постсоветском пространстве. Другие умерли, вы считаете? Другие умерли, да. Белиссия? Ну, да, да, ты посмотри, во что «Динамо» Белиссия превратил. Благородат, во что превратился. Жальгерес какой-нибудь условный, да? Ну, еще вот эти прибалтийские страны, они еще более-менее на плаву. У них сборная есть, они держатся. Но у такого Жальгереса все равно нету и не будет, да, уже как он был. Ну, в принципе, да, какой был СССР. А ты посмотри, что с белорусским футболом стало то же самое. То есть, по сути... Где Минская «Динамо»? Минская «Динамо» сейчас там Батэ сейчас катил. То есть, по сути, не ударило это только по Украине. Только по Украине, да. Поэтому Украина, это киевская «Динамо» — это не показатель. То есть, что тогда делать в Барселоне? Играть где, не знаю, в чемпионат Франции, может? Ну, вот эти все страны называют, но я не представляю. Представляешь, это все время в чужую страну летать и играть игры. А что, часть Каталонии, кстати, во Франции находится тоже, между прочим. Да, я только не знаю, почему они не отделяются там. Ну, вообще, до Франции же не дальше, да? Ну, вообще, конечно, если уже такого не будет противостояния «Реала» до Барселоны, да, вот, тоже «Атлетика», я не представляю. А это по Барселоне, мне кажется, по Барселоне это очень сильно ударит. То есть, в принципе, как бы с отделением Каталонии невозможно себе представить Барсу в испанском чемпионате. Ну, во всяком случае, сейчас. Ну, да. Тем более, со всеми событиями, какие происходят сейчас. Ну, ладно, мы ненадолго тогда прервемся, потом продолжим с Александром Бывновым говорить о футболе. Тем более, что мы еще не все матчи российского чемпионата, между прочим, обсудили. Так звучит Маракана. Слушай футбол на Спорт.ФМ. Реклама. Товарищеский матч сборной России по футболу против команды Южной Кореи. Не пропусти! 7 октября. Москва. Стадион «Веб-арена ЦСКА». Начало в 17.00. Поддержи нашу команду. Билеты на сайте кассир.ру. Категория 0+. Все лучшее и светлое за годы и столетия с любовью, как наследие. Для вас мы сберегли. Наследие. Жилой квартал бизнес-класса. 495-725-5555. Проектная декларация на сайте наследие.фискалс.ру. Ау Ирте. Телефон рекламной службы Спорт.ФМ 620-46-64. Код Москвы – 495. Будь первым. Будь первым. Спорт.ФМ. Сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что появились претенденты на покупку этой авиакомпании вместе с долгами. При этом другие российские авиакомпании не проявили заинтересованность к этой покупке. Азур-Эйр и Уральские авиалинии не рассматривают вопроса о приобретении ВИМ-Авиа. В аэрофлоте подчеркнули, что компании не интересны ни самолеты, ни маршрутная сеть, ни другие активы этой авиакомпании. С подобным заявлением выступили и в Red Wings. Все пассажиры чартеров ВИМ-Авиа вернутся в Россию до 7 октября. Об этом также заявил вице-премьер Дворкович. В Федеральном бюро расследований на пресс-конференции в Лас-Вегасе заявили, что связи между стрельбой в этом городе и международной террористической организацией нет. Ранее ответственность за нападение в Лас-Вегасе, где по последним данным погибли 58 человек, взяло на себя запрещенное в России исламское государство. Напомню, что 64-летний американец Стивен Пэдок открыл огонь по посетителям концерта в Лас-Вегасе. Он вел огонь с 32-го этажа гостиницы неподалеку. Он успел совершить самоубийство до того, как к нему в Нобелевер зашли полицейские. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия. Сегодня в Стокгольме стартовала новелевская неделя. Премию по физиологии и медицине присудили за биологические часы. Награду получили ученые США Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытие молекулярных механизмов. Механизмов, контролирующих циркадные ритмы. Лауреаты Нобелевки приблизили человечество к пониманию механизмов старения. Завтра станут известны имена лауреатов премии по физике. Глава правительства Каталонии Карлиц Пучдемон призвал власти Испании начать переговоры. Он отметил, что не ждет автоматического признания независимости, но готов к обсуждению вопроса с Испанией и Европейским Союзом. Напомню, что Еврокомиссия и Испания заявили о том, что референдум о независимости в Каталонии является незаконным. Российская теннисистка Анастасия Павлюченко выступила датчанкой Каролина Вознятки в матче второго округа турнира WTA в Пекине. Встреча завершилась со счетом 6-2, 6-2 в пользу датчанки. Матч продолжал сейчас 20 минут. Курс валют далее. Далее, по данным Центробанка, официальный курс американского доллара на завтра снижен 58,81 рубля. И курс европейской валюты также понижается 67,91 рубля. На этом пока у меня все с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Все, что важно, каждые полчаса спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее, о погоде в Москве. Сейчас в городе плюс 4 градуса. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Ближайшие ночи температура воздуха не изменится. Плюс 3, плюс 4. Все так же будет пасмурно. И пасмурно будет и завтра днем. Температура максимум плюс 7 градусов. Синоптики говорят о том, что некоторое потепление придет к концу недели. Температура прогреется до плюс 13. Спорт.ФМ. Сто процентов футбола. Александр Викторович Бубнов, Игорь Катманов. Программа «Сто процентов футбола». Александр Викторович, мы не обсудили еще, получается, сколько матчей. По-моему, 3, да? Это тост на Ахмат. Тост, кстати, выиграл со счетом 1-0 у Грозного. Это, прямо скажем, непросто. Это непросто. Ну, на ход поединка, ты знаешь, да, подлияло удаление. Удаление Швеца в начале... Игрока Ахмата. Да, игрока Ахмата в начале второго тайма. И Ахмат остался в меньшинстве. Причем я сейчас просматривал вот это удаление. Там такая сомнительная красная карточка. Потому что акцентированного движения локтем не было. А Заболотный там нарисовал, как будто там удар чуть ли не на сотрясение мозга. Кстати, по красной карточке я тут спорил тоже. Ну, локомотив «Динамо», понятно, что там это, наверное, принципиального значения не имел. Но Денисов, да, когда желтую получил, Луценко сбивал. Там красная или желтая все-таки? Ну, там вообще, если бы он Денисов не зацепил... Ну, он один на один выходил. Он выходил один на один, да. Получается, что это... Красная. Да. Но желтую карточку. Если вот, смотри, если брать, за что получил Денисов желтую карточку, да, то тогда, получается, желтую карточку надо было и давать этому Кабаре, да, там в центре поля было, там 50 метров до ворот было. Ладно, Тосна-Ахмат, Тосна 1-0, победа Тосна. СКА Хабаровск выиграл у Ростова и Арсенала, выиграл у Краснодара. Это то, о чем мы говорили, аутсайдеры набирают очки. Ну, Краснодар провел очень плохой матч, об этом потом и Шалимов говорил. Я не видел, это впервые я вижу, Краснодар в таком разобранном состоянии, где они физически очень плохо выглядели, вот, компактности не хватало. Но и потом они доигрывали игру, там еще и травма была, они доигрывали игру в девятером. Поэтому, но, правда, нужно сказать, Арсенал с первых минут выглядел лучше, агрессивнее. Вот, и сейчас Арсенал хорошее впечатление оставляет, и не случайно они и в Ростове не проиграли, и Грозно обыграли в свое время. То есть команда прибавила в игре, вот, сбалансировала состав, и у них сейчас состав такой, я тебе скажу, конкурентоспособный. Я напоминаю, что программа «100% футбол» теперь выходит в эфир с 18 часов. Также приветствуем слушателей Санкт-Петербурга, которые к нам присоединились. У них была программа «100% Петербурга». Ну и, наверное, мы про «Зенит» говорили, еще пару слов скажем, коль уж слушатели из Санкт-Петербурга к нам присоединились, да, ничья с «Анжи». Ну, на мой взгляд, не стоит делать из этого трагедии. Ну, там, я тебе скажу, все-таки, на мой взгляд, все-таки там недонастрой был. Недонастрой был, они не так были... С последней командой, да. Они, да, они не так были настойны, как на игру с Краснодаром, да. Ну и еще, я знаю по себе, что когда приезжаешь, когда ты, ну, много игр проводишь на хороших полях, в хороших условиях, и когда ты приезжаешь, и поле плохое ко всему еще, да, вот, на котором тяжело играть в тот футбол, в который ты привык играть, это, конечно, тоже на настроение сказывается, вот. Ну, а заслугу «Анжи» надо сказать, что они очень настроились хорошо и дали хороший бой «Зениту», и могли даже и выиграть. Кокорин на сегодняшний день лучший игрок в России? Вот, ну, вот я говорил, Кокорин и Фернандеш, если брать... На данный момент. Выбирать на данный момент, вот, между ними, потому что он забивает и очень полезно играет. 276-093-2 или 1-93-2, телефоны прямого эфира «Спорт-ФМ». Можете звонить, задавать свои вопросы Александру Викторовичу Бубнову. Сейчас мы ненадолго перенесемся в Англию, я думаю, потому что там прошла центральная встреча. Манчестер-Сити обыграл 1-0 Челси, и, на мой взгляд, обыграл заслуженно. Потому что, ну, Манчестер-Сити, не знаю, как вы, Александр Викторович, ну, по мне, самый привлекательный пока футбол показывает в Англии. Ну, Гвардиола им прививает вот тут свою модель игры, основанную на контроле мяча. Но обрати внимание, вот в этой игре, что бросилось в глаза, это не держание мяча там на своей половине поля, в середине поля, а здесь постоянный вектор вперед был. Да, да, да. Направлен и на очень... Проникновение штрафов. И на очень высоких скоростях. Скоростях, да. Да, и вот когда игра пошла, что называется, на встречном курсе... Во втором тайме. Да. То здесь Манчестер-Сити имел преимущество, несмотря на то, что Агуэра получил травму в такси, да, с таксистом. Попал в аварию. Вот. Тем не менее, Манчестер-Сити очень сильно выглядел. Вот. И сейчас они с Манчестер-Юнайтед, это вот два клуба, которые, между которыми вполне возможно, что развернется борьба и... За чемпионство. По Юнайтед мы не говорили, потому что, ну, на неделе были матчи Лиги Чемпионов, да, Манчестер-Юнайтед в чистую разобрался СК. Ливерпуль со Спартаком мучился. Ну, опять-таки, да, все-таки класс Ливерпуля ниже. Ниже, конечно, класса Манчестера, я уже не говорю... Манчестер-Юнайтед, я уже не говорю о Манчестер-Сити. Хотя подбор игроков, особенно группа атаки, очень сильная. У... Ливерпуля. У Ливерпуля, да. Единственное, у них нет форварда масштабов, там, Лукаку, да, Решфорда, вот, и... А не показалось, что у них нет мозга какого-то, вот, ну, плеймейкера, допустим? Да, там есть Каутиньо, но все-таки, мне кажется, Каутиньо, это не тот игрок, который, ну, там, из глубины пытался играть, но все-таки... Каутиньо, Каутиньо, Фермино, вот они, через них в основном игра идет, они в оттяжке играют, а впереди Салах и Мане, Старыч есть, вот, это непосредственно играют... Ну, моменты свои не использовали, конечно, они. Ну, и потом, потом, обрати внимание, вот и Манчестер-Юнайтед, и Манчестер-Сити, да, да, и тот же Челси, вот, все-таки на тех скоростях, на которых играют, и уровень борьбы какой там, он не сопоставим с нашим чемпионатом. И вот... Вот ЦСКА просто, мне сказали, что вообще не успевало. Да, они их смяли просто-напросто. При всем при этом, что они тут же приезжают, ЦСКА потом выходит, и с Уфой ничего не могут сделать, да, а они едут и там играют, в своем первенстве, и точно в таком же темпе, что Ливерпуль, что Манчестер-Сити, что Манчестер-Юнайтед продолжают и добиваются результатов. И игра, уровень игры не снижается. Не снижается, он остается на таком же уровне, то есть они, для них вот такой график, да, и вот такой... Привычен. Темп игры, да, они адаптированы на них. 276-093-2 или 1-93-2. Телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. Есть у нас уже телефоны и звонки. Владимир, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Александр Викторович, тут все команды, которые хотят попасть в Лигу чемпионов наши в следующем году, дружно сыграли в поддавки на кубок. Ну, кроме Аспартак, наверное, не хочет попасть в Лигу чемпионов. Скажите, пожалуйста, ну, Зенит, понятное дело, что попадет, а кто третий лишний? Локомотив, Краснодар, ЦСКА. Кто третий лишний, по вашему мнению? Понятно. Спасибо за вопрос. Ну, там, между прочим, еще Ахмат есть. Вы знаете, сейчас у ЦСКА тяжелая и финансовая ситуация, и тяжелая ситуация по игрокам. Вот тот арматизм, который сейчас есть. И я боюсь, что ЦСКА сейчас может как раз и сдать. Что тройка такая останется? Зенит, Локомотив, Краснодар? Или все-таки кто? Нет, а Спартак. Спартак вклинится? Конечно, Спартак вклинится. А вот ЦСКА, с учетом того состояния, в котором сейчас клуб находится, и то, что нужно в Лиге чемпионов будет играть, и там потери еще будут. Четыре очка отставания пока. И это может сказаться на выступлениях ЦСКА. А так, за третье место, там и Краснодар, и Ахмат, и Спартак, они, конечно, будут бороться. А внизу? Динамо вылетит? У Динамо сейчас, на сегодняшний день, если брать состав и те проблемы, которые есть, то у них больше всех. Шансов на вылет? Да, даже у Динамо больше проблем сейчас, чем у того же Анжи. Вот так вот. Еще один звонок. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Ильич, у меня такой вопрос. Вот угол зрения горизонтального человека 180 градусов. Ну, вверх-вниз это вертикально чуть поменьше. И движение глаз гораздо быстрее, чем головы. Почему вот все джойские тренеры требуют? Журналисты говорят, вот он играет с поднятой головой, вот он смотрит, вот он поднимает голову. Зачем ее поднимать, когда есть глаза? Чтобы их поднять гораздо быстрее еще. Понятно, спасибо. Зачем поднимать голову? Кто играет с поднятой головой? С поднятой головой играют технически оснащенные хорошо футболисты, потому что им не нужно контролировать мяч. То есть они автоматически... Не смотрят на мяч. Да, они на мяч практически все звезды мирового уровня. Они на мяч не смотрят, и поэтому у них и голова поднята, и периферическое зрение хорошо развито. Кстати, у футболистов, у игроков периферическое зрение очень хорошо развито, и объем зрения очень большой. Кстати, я еще заметил, что левшей в последнее время стало больше. Я не знаю, с чем это связано, честно говоря, но их больше стало. Это генетика. Генетика? Да. А вы правша? Да. В студии Анна Чернавкина появилась. С новостями спорта. Ань, привет. Спасибо большое, Игорь. Добрый вечер. Итак, футболисты сборной Италии Даниэля де Росси и Лоренцо Пелегрини из-за травм пропустят заключительные групповые матчи отборочного турнира чемпионата мира против сборных Македонии и Албании. Напомню, итальянцы сыграют в заключительных матчах группы G с македонцами 6 октября в Турине, с албанцами 9 октября в Шкодере. Вместо выступающих за Рома полузащитников, национальную команду вызваны Брайан Кристанте из Аталанта и Роберто Гальярдини из Индера. Международная федерация футбола оштрафовала федерацию футбола Украины на 48 тысяч швейцарских франков, это примерно 42 тысячи евро, по итогам матча отборочного турнира чемпионата мира против Турции и Исландии. Наказание вынесено в связи с поведением фанатов, которые распевали дискриминационные кричалки, выбегали на поле и блокировали лестничные пролеты. Но также федерация футбола Украины вынесена специальное предупреждение. Кроме того, ФИФА штрафовала и немецкий футбольный союз и вынесла предупреждение по итогам матча также отборочного турнира с Чехией. Немецкие болельщики также скандировали нацистские лозунги, нарушили минуту молчания перед началом игры, и здесь сумма штрафов составила 32 тысячи швейцарских франков, то есть на 16 тысяч меньше, чем украинцам. Ну и наконец, довольно... Ты очень любишь, Аня, в новостях про штрафы говорить, я вот заметил, постоянно. Ну а что делать, если... Ну, не все же там в наших руках. Если есть повод, да. Да, если есть повод, да. Ну и достаточно нелепым столкновением уже после финиша гонки Гран-при Малайзии завершился уикенд для Себастьяна Фетеля на этапе Гран-при Формулы-1. Не исключено, что на следующем этапе в Японии этот инцидент напомнит о себе штрафом за замену коробки передач. Напомню, удар Лэнса Строла пришелся как раз в заднее колесо Фетелю. Как правило, в таких случаях повреждается и коробка передач. Если ее придется заменить, то Фетель автоматически получит штраф в виде потери пяти позиций, поскольку это будет уже превышающий лимит на замену коробок передач. Это есть раз штраф, да. Нет, ну здесь уже штрафы немножко другие. И, как сказал сам Фетель, столкновение может стать еще одним сюрпризом прошедшего уикенда. Я напомню, что Себастьян Фетель по итогам Гран-при Малайзии занял четвертое место, а Лэнс Стролл восьмое место. Спасибо большое. Это были новости спорта от Анны Чернавкиной. Александр Бумнов, Игорь Котманов, программа «Сто процентов футбол». Очень много сообщений приходит. 925-4-2-93-2. Тут один из наших слушателей просто умоляет ответить. Не с самого начала слушаю. Скажите, пожалуйста, калитвинцев на выход. Чего ждет руководство «Динамо»? Здесь руководство все решает. Калитвинцев говорил, что ситуация неплохая, что есть люди, которые заинтересованы, как он говорил, не только раскачать лодку, но и перевернуть ее. То есть в клубе, и игроки наверняка об этом знают, раз калитвинцев в открытую говорил. То есть в самом клубе есть проблема. А смена тренера пойдет на пользу? Она встряхнет команду, как думаете? Ну, здесь большой вопрос. Потому что, знаешь как, игроки те же самые. И кто будет менять? Сейчас говорят, что Рашид Рахимов вроде... А зачем ему? Зачем ему это болото окунаться? Да, но об этом один из кандидатов. Хохлова называет. Ну, Хохлов может быть, да. Но ситуация непростая. Ситуация непростая. И я думаю, в ближайшее время все прояснится. Если калитвинцев останется, то тогда, наверное, как минимум до зимнего... Но если Динамо вылетит, это будет крах? Вообще, вот, в принципе, вот... Ну, вообще, это не то, чтобы крах будет. Это будет очень плохая тенденция. То есть превращаются в команду лифт? Да, команду лифт, да. И с учетом имиджа команды это, конечно, плохо. Есть у нас еще звонки. Борис Михайлович, добрый вечер. Добрый вечер, уважаемый Александр Викторович и Игорь. Борис Михайлович из Иванова. Вот, смотрите, сейчас наблюдаю за Загоевым. Он восьмой сезон играет в высшей лиге нашей. 50% времени он сидит на больничном, да. Месси, даже и Рональда почти всегда играют. Чем это связано? Технической подготовкой слабой. Подготовкой тренировочных процессов. Или все игроки у нас невысокого уровня тренируют. Или состояние полей. Вот, все-таки, все в момент... Ну, и спасибо за вопрос. Мы уже говорили, кстати, об Алане Загоеве. Наверное, это физиология. Это функциональная подготовка, физиология. Это уровень здоровья игрока. Но Загоев... Здесь приводят пример Месси, Рональда, да. Но это великие футболисты. И там, конечно, их природа, что называется, одарила. И они, например, на таких позициях играют, тоже травмоопасных. Но они настолько быстры, настолько быстры, что порой соперник не успевает им нанести травму. А Загоев играет на такой позиции, где часто приходится и дриблинг применять, и единоборство ступать в штрафной площадке. Вот. И, к сожалению, у него здоровье не такое, и скорости, и скорость не такая, как вот в причисленных звездах. Поэтому он часто становится... А индивидуальная работа над, собственно, физической формой, допустим, как Криштиану Роналду, может быть, ну... Это помогает, как в какой-то степени избежать травм? Игорь, это профессиональные отношения. Профессиональные отношения, спортивный режим тоже имеет большое значение. Соблюдение спортивного режима. И хорошее функциональное состояние, это когда ты находишься в хорошей форме. Чем ты лучше в хорошей форме, тем меньше шансов получить мышечные травмы, которые сейчас получают. Вот. Если же ты... Если ты непрофессионально относишься и нарушаешь спортивный режим, то ты тем самым себя подвергаешь опасности как раз травматизма. Про поля спрашивал наш слушатель. Ну, когда вы играли, поля-то еще хуже были. В принципе, они влияют как-то вот прямо уж так сильно? Плохое состояние поля, конечно, там... И вот мы, например, многие сейчас страдаем из-за того, что мы в свое время на синтетике играли. Синтетические поля не такие, как сейчас. На бетон ковер постели, да? Практически, да. Практически на бетоне прыгали. И сейчас у многих футболистов и суставы, там, хрящи все постерты. Вот. И гольностопы тоже летели. И суставы сейчас меняют. Меняют. Вот. Я и на себе это ощущаю. Я же там и говорю, что сейчас поля лучше. Сейчас поля лучше, да. Сейчас поля лучше. Но плохое состояние поля, он тоже может привести к получению травмы. Я просто вспоминаю, когда Спартак с Интером играл, да, на Динамо. Все говорят, о, какое ужасное поле. Приехал Роналдо, да, и забил два. Вот в чем класс. На Локомотиве играли, да? На Динамо, по-моему, нет. На Локомотиве. Песчанка практически была. На Локомотиве. Вот это класс, пожалуйста. На любом поле человек забивает. Ты про ту игру, которой ты говоришь, было плохое поле, и там и погода была плохая. Это когда сборная России играла со сборной Италии на Динамо. Это один из первых матчей Буфона, да, был. Да. Ну что ж, мы ненадолго прервемся, тогда потом продолжим с Александром Бывновым говорить о футболе. День в истории футбола 2 октября 1935 года в аргентинском Сан-Николасе де Лос-Ароэс родился Энрике Амар Сивари, аргентинский и итальянский футболист, нападающий впоследствии тренер. Обладатель золотого мяча, трехкратный чемпион и обладатель Кубка Италии, двукратный чемпион Аргентины и дважды Южной Америки. За свою профессиональную карьеру выступал за аргентинский Риверплейт, а также итальянский Ювентус и Наполи. Переход Сивари из Риверплейта в Ювентус стал самым дорогим на момент своего совершения. Старая сеньора заплатила за уроженца Аргентины 93 тысячи фунтов серлингов. Он является автором легендарного гола, который сумел снять своего рода проклятие стадиона Сантьяго Бернабео. Оно много лет не позволяло выигрывать в его стенах итальянским командам. Так в 1962 году со счетом 1-0 Ювентус выиграл у мадридского Реала и вошел в историю футбола как клуб, прервавший столь печальную для жителей Апенинского полуострова традицию. Сивари наряду с другим не менее известным нападающим Сильвио Пиолой являются рекордсменами серии А по числу голов в одном матче. Шесть забитых мячей. Двойное гражданство позволило ему выступать в международных встречах за сборные Аргентины и Италии. После завершения профессиональной карьеры игрока Сивари вернулся в Аргентину, где стал тренером Риверплейта. Великий игрок умер в 2005-м в родном Сан-Николасе, где и похоронен. 2 октября 1966 года в Мадриде состоялось официальное открытие стадиона Винсенто Кальдерон. Возведение этого спортивного сооружения, которое первоначально называлось Эстадио Мансонарес, длилось целых пять лет. Кальдерон вмещал примерно 55 тысяч зрителей. Из них около трети могло расположиться под крышей. Особую гордость у столичного атлетика вызывал тот факт, что на квадратный метр площади трибун приходилось немногим более чем два сидения. Этот показатель свидетельствовал о высокой комфортабельности. И только несколько европейских стадионов могли сравниться в этом смысле с мадридским комплексом. В 2003 году решение Муэфа стадиону Винсенто Кальдерон был присвоен ранг пятизвездочного. 30 июля 2007 года руководство атлетика, глава пивоварни Маху и маргорода Мадрида пересмотрели соглашение, по которому клуб и пивоварня занимают территории на берегу реки Мансонарес. Клубу было также отказано в проведении очередной реконструкции стадиона для увеличения его вместимости. Согласно новому постановлению, клуб должен будет переехать на стадион Ла Пейнета, а Винсенто Кальдерон будет разрушен и на его месте появится парк атлетика Мадрид. 11 сентября 2013 года матрасники объявили, что будут строить новый стадион на месте Ла Пейнеты. Домашние игры этого сезона атлетика уже проводят на новом стадионе, который получил название Ванда Метрополитана, а его вместимость составила 67 тысяч зрителей. День в истории футбола Так звучит Олд Траффорд Слушай футбол на Спорт.ФМ Реклама Товарищеский матч сборной России по футболу против команды Южной Кореи. Не пропусти! 7 октября. Москва. Стадион Веб-Арена ЦСКА. Начало в 17.00. Поддержи нашу команду. Билеты на сайте кассир.ру. Категория 0+. Всем привет! Я Георгий Черданцев из города на реке Тушино-2018. Здесь только что стартовали продажи в домах второй очереди. Видовые квартиры на центральной линии от 140 за метр. Река, парк, инфраструктура, метро и даже стадион. Это гол, мои дорогие! Тушино-2018. Твой город, твоя команда. Звоните 123-2018. Код города 495. Застройщик ООО «Стадион Спартак». Проектная декларация на сайте tushino-2018.ru Юлия, добрый день. У вас есть минутка? Николай, добрый вечер. Ваш заказ готов. Сергей, вам удобно говорить? Говорите столько, сколько нужно вашему бизнесу. Без лишних трат. С новым тарифом от Ростелекома. 500 исходящих минут, 500 смс и 4 гигабайта интернета. Всего за 200 рублей в месяц. Быть на связи – значит быть в плюсе. Ростелеком. Цена с НДС. Подробности на сайте rt.ru. Данным погибли 58 человек и пострадали более 500. Тот взял на себя запрещенное в России исламское государство. Напомню, что 64-летний американец Стивен Пэдок открыл огонь по посетителям фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Он вел огонь с 32-го этажа, расположенной неподалеку гостиницы. Он успел совершить самоубийство до того, как к нему в номер зашли полицейские. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок. Трагедия в Лас-Вегасе стала крупнейшим в истории США массовым убийством людей с применением огнестрельного оружия. Технический облик международной окололунной станции будет определён в ближайшем году. Об этом заявил глава Роскосмоса Игорь Комаров. Он отметил, что отправка основных модулей на орбиту может состояться в 2024-2026 годах. О сотрудничестве с созданием окололунной станции ранее отговорились Роскосмос и НАСА. Предполагается, что в ближайший год будет определён технический облик и участие различных стран, после чего можно будет говорить о вкладе каждой из сторон, потому что нам есть на данном этапе что предложить самостоятельно своими программами. Кроме того, мы можем поучаствовать и есть опыт строительства и подготовки модулей на эту станцию. У нас есть договорённость о пересмотре федеральной космической программы в 2020 году на последующие годы. График предварительный создания этой станции позволяет это сделать, поскольку основные модули предполагаются в оптимистичном варианте построить и направить на окололунную орбиту в 2024-2026 годах. Отмечу, что станция поможет в исследованиях дальнего космоса и Марса. Экспертный совет Высшей Адституционной комиссии поддержал заявление Диссернета о лишении министра культуры Владимира Мединского степени доктора исторических наук, сообщил участник сообщества Иван Бабицкий. По некоторым данным, решение было принято с формулировкой «ненаучность». За лишение Мединского учёной степени проголосовали 17 членов совета, против трое один воздержался. Заявители считают, что работа министра не отвечает критериям научного исследования и построена на субъективных выводах, не подкреплённых фактами. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила датчанке Каролине Возняцке в матче второго круга турнира WTA в Пекине. Встреча завершилась со счётом 6-2-6-2 в пользу датской спортсменки. Матч продолжался 1 час и 20 минут. Курс валют далее. По данным Центрального банка России, официальный курс американского доллара на завтра снижен. 57 рублей 81 копейка. Евро также дешевеет. 67 рублей 91 копейка. На этом пока у меня всё с новостями. У микрофона был Александр Лапшин. Всё, что важно каждые полчаса. Спортивные события в режиме онлайн на Спорт.ФМ. Далее о травке. В Москве 6 баллов. Движение затруднено. За минувший час загруженность дорог при этом не изменилась, сообщает Яндекс.Пробки. Ситуация на кольцах МКАД 6 баллов. Трёшка 8, Садовая 7, Бульварная, Нутренняя 4, Внешняя 8 баллов. Кутузовский проспект 8 баллов по направлению в центр. Из центра щелчок 7 баллов. Также 7 на Варшавке, 8 проспект Мира. И 9 баллов сейчас наблюдаются на Рязанском проспекте. Министр спорта России на Спорт.ФМ. Павел Колобков. В среду в 17.00 в программе «Мужской взгляд». Точка кипения с Александром Кузьмаковым и Александром Калмыковым. Слушай министра спорта РФ Павла Колобкова на Спорт.ФМ. Среда в 17.00. Спорт.ФМ. 100% футбола. Добрый вечер. Продолжается программа «100% футбола» с Александром Бубновым. Меня зовут Игорь Катманов. Приходят нам вопросы на Вайбер и Ватсап. 925-4-2-93-2. В частности, тут опять-таки по спорному моменту в игре «Локомотив-Динамо». Александр Викторович, Игорь. В матче «Локомотив-Динамо» была показана желтая Дениса. Вот так как мяч уходил во фланг. А нечестный выход один на один. И судья жестом объяснил игроку «Динамо», почему дал желтую. Честно говоря, по-моему, там не уходил. Во фланг он уходил, потому что Денисов не дал им завладеть этим мячом. Да, по-моему, там был выход один на один. Дальше спрашивают про «Калитвинцев». А может быть, это тренер уровня футбольной национальной лиги? Но опять-таки по «Калитвинцеву»… Ну, я не думаю, что тут прям все сходится именно на «Калитвинцеве», да, на его фигуре. Дело в том, что «Калитвинцев», знаешь как, есть тренеры, которым приходится начинать свою футбольную карьеру с командами невысокого уровня, правильно? Да. И им тяжело себя проявить, потому что нету необходимого материала для того, чтобы показывать какие-то стабильные, высокие результаты. Вот. А есть тренеры, которые сразу им, что называется, удается получить под руководство команды, которая находится в хорошем состоянии, или же с которыми они работают. А кто? Вот, например, Слуцкий? Ну, он во всяком случае… В Москве начинал. Во всяком случае, да. Ну, материал неплохой был, да? Материал неплохой был, и потом, когда в ЦСКА пришел, там совершенно другого уровня игроки. Вот для сравнения то же самое. Гончаренко, он работал же, и в Краснодаре работал, и в Урале работал. Но когда он пришел в ЦСКА, он сказал, что здесь игроки более высокого уровня. И, конечно, когда, правда, и задачи другие стоят перед командой, но когда ты попадаешь в ситуации, где игроки невысокого уровня, да еще есть проблемы и в самом клубе, то, конечно, тогда тяжело работать. А Кучук? Ну, Кучук, он приходил в команды, в команды, в общем-то, приходил, которые достаточно крепко на ногах стояли. И с Локомотивом у него шансы были и чемпионами стать, просто он не воспользовался этим. А почему такое происходит? Вот, ну, допустим, есть Калитвинцев, есть Кучук, да, на его начальном этапе. То есть что, это стечение обстоятельств? Не, ну, Кучук до этого работал же. Он же работал, по-моему, и в Молдавии работал, да? Ну, и что, в Молдавии работал, ну, прям в достижении. Не, ну, там он работал в Шерифе, команда, которая играла в Лиге чемпионов. Ну, Шериф нет, Шериф, потому что это стабильная команда по молдавским меркам-то. Но я, по Калитвинцеву, я могу сказать, что он, конечно, большую школу прошел и в Киевском Динамо. У Лобановского. Да, у Лобановского. И поэтому у него и помощники тоже, Литовченко, квалифицированные люди. Вот, но здесь по отдельным играм, вот, я за московским Динамо слежу, да? Там просто сейчас вот и эпидемия там пошла, да? И просто не хватает игроков высокого уровня, особенно средней линии, для того, чтобы решать какие-то серьезные задания. Вот там тут пишут, никакой тренер Динамо не поможет, если игроки играть не хотят, финансовые проблемы разлагают команду, да еще и с бонусами за выход в Премьер-лигу кинули. Я бы, кстати, вот по матчам не сказал, что не хотят играть. Да нет, они выходят и бьются в каждой игре. Другое дело, что мастерства не хватает, это другой вопрос. Да, говорить о том, что в Динамо как-то не хотят играть, ну, наверное, это неправильно. Что происходит с Баварией? Бездарно упустили победу с Гертой. Ну, мы об этом тоже уже говорили, да? Это проблема взаимоотношений, наверное, тренера и команды. Конечно, конечно. И здесь видно, что уже возрастных игроков много, они все, что можно, они уже выиграли, да? Там и мотивация уже не так, какая должна была. То есть в Баварии надо строить, ну, то есть избавляться от Робина, Робери и вот этих всех. Да, 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 нужно перезагрузку делать. Но они к этому, да, они к этому потихоньку и придут. 276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира Спорт.ФМ. Можете звонить, задавать свои вопросы. Ну, тут опять-таки Павел возвращается к игре московского Спартака и Ливерпуля. Просит оценить центральных защитников Ливерпуля. Не показалось ли, что мотивы Ловерн слабоваты для уровня английской премьер-лиги? Ну, это не секрет. Это не секрет, что эта пара центральных защитников, это не тот уровень, который необходим Ливерпулю для решения серьезных задач. Здесь никакой новости нет. Ну, понятно, да, что матч-то со Спартаком не это стало проблемой, да, для Ливерпуля. Плюс еще 18-летний у них экранный защитник играл. Тоже еще опыта не хватает. Поэтому они столько и пропускают и находятся сейчас в лидерах. Не, ну, посмотрите, как бы, ну, была же трансферная кампания. С такой группой атаки, если им там хорошую линию обороны, да, с хорошим вратарем, то эта команда была бы, вот, это то же самое, что и у Манчестера была. Ну, наверняка же была возможность у Юргена Клопа приобрести центрального защитника, да, во время окна-то заявок. Почему он этого не сделал? Но это уже проблемы Юргена Клопа, почему он это не сделал. Мы не знаем, почему он это не сделал. Вот, мы знаем, мы знаем, что Гвардиола сейчас по тем затратам, которые они затратили, да, на трансферную политику вот при Гвардиоле, да, они произошли Парис-Сен-Жермен. Парис-Сен-Жермен это не самый сейчас клуб, который больше всего потратился. Сити, Париж, можем ли мы получить в этом году нового обладателя? Ну, во всяком случае, вот с тем потенциалом, который есть у Париса-Сен-Жермен, и с той мотивацией, которая у них есть сейчас, они претенденты. А не станет ли это проблемой, вот такой звездный набор, да, в Париже? Нет, я не стану, судя по всему, они договорились и уладили, уладили эти проблемы с пенальти Кавани, Неймар, вот, и сейчас они, Неймар уже и пенальти бьет, и они, что называется, друг к другу относятся доброжелательно, вот, по последней игре я смотрел сейчас. Ну, и там, конечно, Мбаппе, Мбаппе, я вот сейчас, мало того, что это пророжденный такой бомбандир, да, он даже начинает, он начинает лучше, Мбаппе начинает лучше, чем Неймар начинал, вот, в таком возрасте, вот. Но он еще, конечно, и поле видит, и пасом вот этим последним владеет, да, сейчас вот и Кавани, и Неймар с его передачи забивает. Ну, Мбаппе все-таки у нас на глазах, да, Неймар, это, он в Бразилии играл, поэтому многие его просто не видели. Не, но уровень, уровень чемпионатов и Лиги чемпионов в Европе-то повыше. Нет, это я согласен, да, так же, как и французского чемпионата, наверное, повыше, хотя бы я не сказал, не стал так принижать прям уровень чемпионата Бразилии. Ну, ладно, мы про Российскую футбольную лигу продолжаем говорить, тут очень много вопросов про Краснодар, дескать, вы говорите о Калитвинцеве, а что с Шалимовым? Ну, у Шалимова, здесь, видишь, у него хорошие игры чередуются с провалами, и он об этом сам говорит, то есть он причины знает, вот, и на мой взгляд, Краснодару, помимо всего прочего, что вот если тактику брать, как они играют, да, вот в такой кружевной футбол, там, знаешь, все там... Исполнителей не хватает под этот футбол? Мне кажется, нет, и где-то исполнителей не хватает, и, как мне кажется, не хватает мощи, не хватает мощи, все-таки команда такая какая-то легковесная, она не может играть с позицией силы, вот, она, как только против, сталкивается с командой, которая начинает в атлетичный футбол играть, да, мы это видели с Веной Звездой, да, то же самое с Зенитом, вот, то у них ничего не получается. Звезда, кстати, меня удивила, я, честно говоря, ее недооценивал, они еще и Кёльн обыграли. А Кёльн, а Кёльн сейчас... Ну, внизу, да, я согласен, да, но все-таки... Если бы они Баварию обыграли, тогда... Ну, нет, ну, все-таки, да, уровень сербского чемпионата, я, честно говоря, как-то недооценивал, совершенно Звезда. Ну, у них, у них всегда хорошие игроки были, другое дело, что они, знаешь, как, иногда на поле себя ведут безалаберно, и из-за этого не могут достичь того результата, который они потенциально готовы. Всем привет! Я Владимир Дегтярев, и у меня для вас есть хорошие новости. Теперь программа «100% хоккея» каждую субботу и воскресенье, начиная с 13.00 на Спорт.ФМ. Реклама Два билета на 21.30. Карты оплачиваете? Да. Прикладывайте. С каждой покупкой чемпионат мира по футболу FIFA становится ближе. Открой карту виза чемпионата мира FIFA в Альфа-банке и получай обратно до 5% за все покупки, 10% годовых на остаток и билеты на матчи. Альфа-банк – официальный европейский банк чемпионата мира FIFA 2018. Виза – всемирный партнер FIFA. Подробности на alfabank.ru АО «Альфа-банк». Прямо к цели. 18+. 7 октября. Национальная сборная России проведет контрольный матч с командой Южной Кореи. Игра пройдет на стадионе Веб-арена. Начало в 17.00. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте kassir.ru 0+. Все тайны мироздания, набитые полезной информацией статьи, фотосессии самых красивых женщин. Все, что нужно настоящему мужчине, можно теперь найти где угодно, потому что журнал «Максим» теперь везде. Для лиц старше 16 лет. Мы ведем прямой репортаж с места событий. Василий? Ну что, как сыграют? Давайте слушать вместе. До зимних Олимпийских игр осталось 129 дней. А до программы «Топ-спорт» 15 минут. Да, программа «Сто процентов футбола». Александр Бувнов, Игорь Катманов в студии. Ну и приветствуем Анну Чернавкину. Новости спорта. Спасибо еще раз всем. Добрый вечер. В регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги уже завершились две встречи. В обеих были сильнее гости. Итак, несколько минут назад закончился матч между Уфимским Салаватом Юглаевым и Югрой из Ханты-Мансийска. И в серии булитов сильнее все-таки оказалась Югра с общим счетом 2-1. И совсем еще рано днем сегодня адмирал Владивосток на своей площадке проиграл екатеринбуржскому автомобилисту 2-4. Галки Перзенита и сборной России по футболу Андрей Лунев заявил о том, что после матча 12-го тура «Санжи» в Каспийске он, выйдя на поле базы национальной команды в Новогорске, почувствовал себя как на газоне арены «Манчестер Юнайтед». Ни много, ни мало. Напомню, в понедельник национальная команда на полях учебно-тренировочного центра «Новогорск» начала подготовку к контрольным матчам с Кореей и Ираном. Так вот, Лунев сказал буквально следующее. «После Каспийска поле в Новогорске словно Олд Траффорд». Конец цитаты. Вот так. Власти Липецка к чемпионату мира по футболу высадили 32 липы, чтобы по самому высокому дереву предсказать победителя турнира. Как сообщили в мэрии города, в парковой зоне одного из районов появились 32 молодых дерева по числу команд, которым предстоит побороться за победу. Как только станут известны страны, прошедшие отбор, на каждом из них появится табличка с названием команды. И в день начала чемпионата деревья измерят высоту и самая высокая станет как раз предполагаемым победителем. А когда Лунев успел на Олд Траффорте побывать? Ну, видимо, он просто видел Олд Траффорд. Одно дело видеть, а другое дело быть. Фанаты Легии после матча 11-го тура чемпионата Польши против Леха напали на футболистов команды. Болельщики прорвались к клубному автобусу и вступили в перепалку с игроками. Инцидент в итоге перерос в драку, которая продолжалась около 10 минут. Как говорится в заявлении Легии, клуб осуждает выражение эмоций подобным способом, который резко отличается от принятых норм. И основной принцип Легии это взаимоуважение, и клуб не потерпит перехода определенной границы, и мы будем соответствующие меры предпринимать для обеспечения безопасности наших игроков. Александр Викторович, в вашей игродской практике были ситуации-то подобные? Или просто, может быть, кто-то говорил там? У нас ситуации другие были. У нас были ситуации, когда в автобусы булыжники бросали. Это где? Такое было в Донецке, такое было в Тбилиси. И там могли серьезные травмы получить от отсколков. То есть не свои болельщики, а другие? А своих болельщиков, чтобы до рукоприкладства обсвистывали, но до рукоприкладства не доходило. Ну и наконец Мария Шарапова направит все доходы от продажи в интернете конфеты, шоколады собственной марки на помощь пострадавшему от ураганов Ирма и Марии Пуэрто-Рико. Деньги будут направлены в специальный фонд, который создала олимпийская чемпионка, собственно, пуэрто-риканка Моника Пьюик. Шарапова отметила, что следит за работой, которую проделывает Моника для острова, будет продолжать поддерживать ее усилия по сбору средств. Я напомню, что у Пуэрто-Рика серьезные финансовые сложности. В частности, как говорит одно из аналитических агентств, нанесенный ураганами ущерб в государство оценивается примерно в 95 миллиардов долларов. Спасибо большое. Это были новости спорта от Анны Чернавкиной. Ну а пока мы, Александр Бубнов, Игорь Котманов, продолжаем говорить о футболе 276-093-2 или 1-93-2. Это телефоны прямого эфира Спорт-ФМ. У вас есть возможность задать вопрос Александру Викторовичу, ну и также путем смс-портала 5533 в начале сообщения слова «спорт» или вайбер-вотсап 925-4-2-93-2. И Константин тут, кстати, любопытный вопрос задает. Наверное, навеян он всевозможными светскими хрониками в интернете. А как проводили свой отпуск футболисты во времена, когда играл Александр Бубнов? Ну, футболисты не святые. На Мальдивы не ездили? На Мальдивы нет. У нас дальше Кисловодска, Сочи в наше время не ездили. Не было таких возможностей. Ну, с семьей, да, отдыхали. Ну, если хочешь, то можешь с семьей поехать, можешь в санаторий поехать. Ради бога, я здесь в Подмосковье в санаторий ездил. Хорошие санатории были, профсоюзов. Отдыхали. Поэтому в основном на территории Советского Союза проводились. То есть за границей никто не ездил? За границей нет. А вот когда ездили на выездные какие-то матчи, удавалось там погулять или просто чисто приехали на игру из автобуса на стадион? Всегда свободное время было. И всегда еще было время, знаешь как, но его мало было. Шопинг. Да. По магазинам. Я порой иногда от этих магазинов больше уставал, чем от игры на поле, на футбольном. Потому что времени было мало, а нужно было все, во-первых, посмотреть, да, прицениться. Вот, поэтому там носились как на футбольном поле и уставали даже больше. Кому возили? Родственникам? Родственникам в основном. То есть заказов много было? Во всяком случае, я для своей семьи родственник. Первый выезд Александра Бубнова за границу запомнился? Да, я сразу попал, меня взяли за сборную команду Советского Союза 53-го года в Сан-Ремо на турнир. В Италию? В Италию. Так. И это первый выезд. И что там? И мы выиграли. Мы выиграли. Я, правда, 55-го года был, но меня взяли со старшими. И мы там выиграли первое место. И там настоящий ювелир спонсировал этот турнир и проводил, да. И там вылеты были настоящие. Из настоящего золота с пробой золотые медали. Там с барельефом вратаря на футбольном поле. А какие впечатления были от Италии? Ах, Италия, там, ну уж молодой человек, да, впервые попал за границу. Ну, какие впечатления, да. Другой. Мир? Другой мир, да, другие отношения. Вот. Я, там же все-таки капиталистическая страна, да. Я тогда поразился. Я там у простых итальянцев спросил, вам как нравится? Ну, система политическая, в которой вы живете. Капитализм нравится вам? Они говорят, да, мы довольны. Неплохо, да? Да, а нас в школах учили, что капитализм загнивает, что это враждебная система. А они как относились к русским, кстати? Ну, к нам в Италии хорошо относились. Ображелательно. Во всяком случае, у меня самые хорошие впечатления остались. А вот из тех стран, где довелось побывать, вот самые благоприятные впечатления от какой остались? Вот где вот, чему душа лежит? Ну, лучше всего, лучше всего нас любили, вот то, что мы ездили. И действительно, братьями считали, это вот мы в Болгарии были. Болгары, да, болгары, они помнят шибку там, русско-турецкую войну. Русско-турецкую войну, да. И памятники сохранили. И очень нас хорошо встречали, как родных. А куда вас приглашали, кстати? Куда вы бы могли поехать? Вот вы рассказывали как-то в одном из эфиров. Кто звал после матча Динамо? Бобероксон. Да, куда? В Ипсвич. В Ипсвич, так. В Ипсвич-Таун. Они как раз тогда в премьер-лиге играли. Мы с ними, ну, мы товарищескую игру сыграли с Ипсвичем. 2-2 сыграли, и после игры он, ну, Бобероксон, да, известный тренер. Вот, они тогда Кубаку Ифа выиграли, да. Ну, и еще, еще когда мы с Аустой играли, вот там, когда я пенальти не забил. Так, это помещаем. Ипсвич. А в Аусте, мне 21 год был, да, в Аусте тоже. Мне Сан Саныч Сивидов сказал, говорит, пойдешь, говорю, пойдем. А зачем он сказал? Нет, ну, он говорит, руководство интересовалось, мол, этот, можно купить? Я говорю, ну, Сан Саныч, если вы отпустите. То есть Ипсвич и Аустрия. Да. Ну, на тот момент, наверное, чемпионат Аустрии неплохой уровень был, да? Неплохой уровень, конечно. Чемпионат Аустрии, ну, а чемпионат Англии, чемпионат Англии. Ну, это понятно, да, Ипсвич. Ипсвич тогда играл, ну, тогда еще не было премьер-лиги, но, в любом случае, первый дивизион, да, тогда назывался там. Добрый вечер. Дебуру уволили из Кристал Пэлос после четырех поражений. Как вы считаете, как следует увольнять тренера? Сколько матчей он должен проиграть? В советское время была ли такая планка? Планка существовала вообще? Какая-то пять матчей, да, до свидания. В советское время, в начале сезона, я не помню, чтобы в начале сезона, хотя, хотя, Сан Саныча Сивидова сняли вот у нас все беды, все беды, которые у Динамо начались, да, и у меня тоже в какой-то степени. Проклятие. Да, проклятие супруги. Как раз мы еще в чемпионат не вступили, вернулись после кубковых игр и его тогда сняли. О проклятии Динамо мы поговорим тогда уже в следующей программе с Александром Бубновым. Спасибо большое, Александр Викторович. Счастливо. Реклама Москва видала разные, не все давалось сразу ей. Слезам Москва не верила, а верила любви. Все лучшее и светлое за годы и столетия с любовью, как наследие для вас мы сберегли. Галс Девелопмент представляет жилой квартал «Наследие» на Преображенской площади. Дома бизнес-класса в традиционном облике любимой Москвы. 495-725-5555 Проектная декларация на сайте наследие.ru Телефон рекламной службы «Спорт-ФМ» 620-46-64 Код Москвы – 495 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова alı… Субтитры подогнал «Симон»